Да. Хочешь пирожки с петрушкой? Так? Ещё какие указания? Не будем говорить указания, это просьба. Годится и пирог. Сестра пусть делает кекс с лимоном. У неё хорошо получается. Пусть бабушка тоже приедет. Брат пусть заедет за ней и привезёт. Если пойдёт дождь, зайдём внутрь. А если дождя не будет, на улице посидим. Надеть брошку моей мамы. Ещё какие указания? Да не знаю я. Кстати, когда вы сватали невестку, помните, вы покупали серебряную штуку? Ну, такую, похожую на лодку. Ну, вспомните. Сейчас в ней хранятся всякие лекарства. Вот такую надо купить, да? Не могу поверить. И цветы надо купить, да? Лилию. Нет. Лучше орхидею. Правда? Ну, в общем, не знаю. Купите то, что полагается. Короче, вечером они ждут. Если вы не пойдёте, я один пойду. И засватаю девушку. Так и знаете. Вы мне только напишите на бумаге, что нужно говорить. Сынок, не говори чепуху. Теперь не стоит быть посмешищем в глазах людей. Пойдём, как положено, и засватаем. Потом и обручение сделаем. Минуточку, Салих. Пойдёт он сам себе сватать. И как же ты собираешься пойти? Да вы с ума все посходили, что ли? Эта бессовестная девчонка ещё и церемонию сватовства хочет. Значит так, если будете говорить о беременности, а вынужденной женитьбе лучше вообще не ходите. Послушай, я умру, но не пойду сватать эту девчонку. Делать мне нечего. Мама! Ну что, я совсем глупая, чтобы ходить сватать девушку с глазами, похожими на глаза едва родившегося телёнка. Не смейтесь. Сейчас в обморок упаду. Ты посмотри на него, Салих. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, дочка. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне бы так Да что же это такое? Что за дела? Не понимаю Чуть что звонят мне, надоели Бизнес есть бизнес У вас хороший дом, господин Бахатин Эти дома особенно хороши История это совсем другое Сейчас таких домов нет Не могут делать такие дома Где сейчас найти старинных мастеров? И у вас точно такая же ситуация в мастерской, не так ли? Сейчас не такие машины, как раньше Да, это так А вот раньше все было по-другому И женились люди Тоже по-другому Вам всем известна причина нашего визита Наша дочь Асией и наш сын Ильяс познакомились Алло Я сейчас не могу говорить Извини, конечно, но ты должен говорить, Ильяс У меня для тебя хорошие новости Я целый день звонила господину Тану Не давала ему покоя Я сделала все, чтобы организовать для тебя еще одну встречу Слушай, только что позвонила его секретарша Его самолет завтра днем Он согласен утром принять тебя Сейчас тебе надо сесть на первый же теплоход И утром в 8 утра приехать ко мне в офис Договорились? Я сама отвезу тебя Давай я потом позвоню Секретарь ждет ответа С этим человеком не так-то легко встретиться Что значит потом позвоню? Ильяс Вчера некрасиво получилось Но я ему объяснила ситуацию как могла Но не стоит испытывать его терпение Ильяс Тебе пора взрослеть Здесь речь идет о твоем будущем Ладно, я завтра приеду Но сейчас я не могу говорить Ладно Ему захотелось поиграть в семейные игры Что это за осие такая? Что, брат Ильяс? Разговоры о бизнесе? Да, это насчет соревнований Так вот Перед тем, как просить руки дочери У меня есть просьба к Ильясу Думаю, ты понимаешь, что создать семью Это очень серьезный шаг в жизни Ильяс, прежде чем сделать этот ответственный шаг Обещай нам при всех одну вещь Мой сын закончил лицей Но у него золотые руки Наша мастерская, слава Аллаху, всех прокормит Конечно, если работать Семейному человеку не следует заниматься чепухой Отец, сейчас не время об этом говорить Если ты согласен Я тут же попрошу руки осие у господина Бахаттина Но чтобы после этого все разговоры о мотоциклах, о соревнованиях прекратились Будешь работать Не посрами нас перед людьми Твой отец прав, Ильяс Это все юношеские забавы Это тебе не к лицу Теперь тебе придется бросить все эти прыжки на мотоцикле Всю эту ерунду Ею не стоит заниматься И потом, ты уже не маленький Отец, я нашел спонсора Сейчас позвонили Я близок к цели стать чемпионом Ну надо же, в такой момент Тогда не надо было все это затевать Она что, игрушка? О, Аллах! Вы что, издеваетесь, что ли? Если бы он не был вынужден, он бы не женился Но... Ладно, отец, ты прав Хорошо, я обещаю Я больше не буду заниматься Теперь буду только работать Как скажешь, так и будет Только теперь учти, ты сейчас дал слово Это важно Мы, поверив в твои обещания, отдадим тебе сестру О, Аллах! Ну, конечно, отдадите Что вам остается делать? Мама, перестань! Отец, начинай! Да, брат Бахатин Я по велению Аллаха По благословению пророка Прошу выдать вашу дочь Асия За моего сына Ильяса Как полагается в таких случаях Раз они встретились и полюбили друг друга Раз ее мать не против Нам остается только поздравить их И пожелать им долгой и счастливой супружеской жизни Да благословит вас Аллах Спасибо Что? Отказали, что ли? Согласный, брат Ну и? Отдали дочь Но забрали жизнь Как это? Отец при всех такое учудил В тот самый момент Когда просил ее руки Ну что, говори Он поставил крест на всем Сказал, что соревнованием конец В противном случае Не буду просить ее руки Ну надо же Он, похоже, взялся за тебя окончательно Но в таком случае Тебе не стоит подводить старика А ведь мы только приблизились к цели Уже начали собирать кубки Только нашли спонсора Я был в шаге от своей заветной мечты, брат Я столько лет трудился ради этого момента Делал все от меня зависящее И вот, когда нашелся такой человек Брат, завтра этот человек будет ждать меня Для подписания спонсорского контракта Заключим контракт на один год на марку Да еще с окладом Хоть немного, но все же деньги На соревнованиях полная поддержка, брат Как все хорошо шло Али, принеси мою бутылку Хорошо, брат КОНЕЦ Полегче, полегче, Ильяс Все, хватит Всегда есть выход из положения Тихо Он теперь до конца жизни будет ненавидеть меня Я положила конец всем его планам И каким же он будет отцом Не будет ли он вспоминать про это каждый раз Когда будет смотреть на малыша Что же мне делать, брат? Как что делать? Это же понятно Пойдешь и подпишешь контракт А отец? Рассердится, конечно Верно, брат? Рассердится А что будет? Ну вот что будет, если он рассердится? А он ведь рассердится Но ведь отцы всегда сердятся, верно? Верно? Верно Тогда я пью за здоровье отца Ясно? Я слушаюсь отца Я его не боюсь Прощай, отец Ильяс Не говори о том, о чем пожалеешь, когда протрезвеешь Не пей так много Послушай В этой жизни ты всегда должен иметь определенные цели У тебя есть семья, которую ты любишь и уважаешь У тебя есть возлюбленная Скоро будет ребенок Прими решение Не превышай скорость Но и не отставай от других Так, чтобы ты всегда побеждал Понимаешь? Докажи отцу и жене, что ты сильный мужчина Будь мужчиной Тот, кто не усечив с молоду Тот не изменится и в старости Понимаешь? Ты прав, брат Я женюсь на оси Знаешь, я буду Отличным отцом Просто великолепным Вот увидишь Завтра пойду и подпишу с этим человеком договор о спонсорстве А потом уже никто не сможет встать на моем пути Деньги будут поступать от спонсора А потом я заберу оси И мы с ней снимем дом А отец будет приходить и играть с внуком И наконец-то Наконец-то оставит меня в покое Я ведь говорил тебе Всегда есть выход А теперь иди Я должен отремонтировать эту машину до утра Спасибо, брат Я пойду лягу спать Уже три дня как не спал В первый день вернулся сюда Выкрал девушку Вчера ехал в автобусе А под утро снова выкрал девушку Завтра нужно будет успеть на паром Утром в семь Пойду я Лягу спать Ты прав Ступай, ступай Брат Тахир Я ведь красив? Ты прекрасен Не забудь Будильник поставить Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Кто поставил будильник с утра пораньше В этом доме нет ни минуты покоя По paid Попад Завтра Сп fault Победу Эolly Попад Убран О, Чай Позвони, если не занята. Слушаю. Куда это он собрался в такое время? С кем он разговаривает, такой довольный? Зачем мне приходить, Усман? В чем смысл? Скоро ты поймешь, в чем смысл. Послушай, я буду возле вашего дома через пять минут, ясно? Остановлюсь на нижней улице. Твои домашние наверняка еще спят. Выходи скорее, мы сразу поедем в Коплыджа. Хочешь, чтобы все снова обсуждали нас? Не могу, вдруг кто-нибудь увидит. А вчера ты не боялась никаких сплетен, когда писала мне сообщение при всех. Испугался? Никто ведь ничего не понял. Я тебе покажу, покажу. Я говорю тебе, я уже выехал. Перестань капризничать, приходи скорее. А если не придешь, я припаркуюсь прямо у ваших ворот. Нижняя улица не подойдет. Подъезжай к футбольному полю. Подожди меня там. Это ты? А я искал Ильяса. Ему нужно было утром поехать в одно место, как бы он не опоздал. Ильяс уехал. Я слышала звуки будильника, а потом он ушел. Уже давно. А я подумал, что он проспал. Он здесь не проходил. Наверное, вышел через задние ворота. А ты куда собралась в такую рань? Хочу пройтись. Утренняя зарядка. А я вот ремонтировал машину. Нужно было успеть до утра. Всю ночь работал и успел. Недавно закончил. Отлично. Если хочешь, приходи в мастерскую. Я заварю свежего чая. Я уже пила чай. Спасибо. Я могу пройтись вместе с тобой. В это время на улице никого нет. Кто знает, что может случиться. Не нужно, Тахир. А я думаю, это и мне будет полезно. Я ведь всю ночь работал. Все тело болит. К тому же за машиной придут к семи или к восьми. Пройдусь немного, приду в себя. Вчера сватали девушку? Да. Вчера вечером ходили к ним. А ты ходила? Нет, зачем мне это? Я не захотела. Это все приятные хлопоты. Рад за них. Интересно, когда свадьба? Какая еще свадьба? Она беременна. На этой неделе распишутся. И на этом все. Жаль. Было бы хорошо, если бы была свадьба. Давненько мы на свадьбе не гуляли. Мастер Тахир. Что ты здесь делаешь в такую рань? Подумал, может тебе тяжело. Решил помочь. Какая работа в такое время? Я все закончил. Ну, тогда возьми, Боряк. Мама рано встала и испекла. Вы тоже возьмите, невестка. Еще горяченькие. Спасибо, Али. Я сыта. Тогда до встречи. До встречи. Говорит, вышла на прогулку. Не хотел ее оставлять одну в такое время. Впрочем, ладно, она ведь идет по главной улице. Эта девушка что-то замышляет. Что она может замышлять? Весь мир занимается спортом на берегу. О, Аллах. Думаешь, у всех такая скучная жизнь, как у нас? Ты уже встал? Присаживайся, съешь хлеба. Совсем мы с тобой редко стали видеться. Брат, а нет сыра, оливок. Нет. Закончились. И рис закончился. Все закончилось. Осталось немного помидоров и фасоли. Но скоро и они закончатся. Сливочное масло было. Но теперь и его нет. Остался только маргарин. Ладно, я съезжу в город, привезу. И кебаб тоже привезу. Привези, привези. Привези дуру. Захотелось съесть дуру. Я здесь скоро с голоду умру. А тебя днем с огнем не сыщешь. На рыбу уже и смотреть не могу. Почему бы тебе самому не съездить в город? Съездили бы с рабочими. В городе у меня колени болят. Хотя здесь тоже болят. Ты все время себя изводишь. Сам делаешь всю работу. Оставь, пусть рабочие этим занимаются. Пока есть силы, я сам все могу сделать. А потом посмотрим. На все воля Аллаха. Может, стоит взять какую-нибудь женщину, чтобы убиралась, готовила. Да и тебе нужна забота. Разве на нас посмотрят женщины? Наймем, брат, наймем. Не навсегда. Не навсегда, говоришь? Да неудобно перед рабочими-то. Брат, я имею в виду прислугу. А ты о чем подумал? А, но раз прислугу, ее найти несложно. У Ирфана есть одна знакомая женщина. Он ей скажет. Будет приходить раз в неделю на три часа. А ты в это время будешь уходить в горы. Ты знаешь, говорят, она очень вкусно готовит. Попросим ее замесить тесто и приготовить бореки. А ты вернешься. Вместе поедим. И тесто умеет месить? Умеет. Я поеду в бурсу, Фатма. Нужно купить запчасти. Увидимся вечером. Ступай с Богом. Здравствуйте, мастер. Здравствуй, Марьяман. До встречи. До свидания. Здравствуй. Как поживаешь? Заходи, Марьяман. Заходи. Уже пора дать цветам подпитку. Я закончу дела по дому и сегодня же полью их удобрение. Вчера вечером засватали Ильясу девушку. Поздравляю. Дай Аллах им долгую совместную жизнь. А кто эта девушка? Я ее знаю? Знаешь. Давай кофе выпьем. И себе свари. Берем в невестке дочь очень знаменитой и уважаемой семьи, дорогая. Разумеется, ты их знаешь. Она дочь того человека, который убил твоего сына. А мать у нее настоящая госпожа. Такая воспитанная. А дочь? А дочь вовсе редкий экземпляр. Сестренка. Иди сюда. Садись. Не бойся. Садись. Ну что, все проблемы решены, нам с тобой ругаться больше не о чем. Все осталось в прошлом. Я вынужден забыть. Да. На этот раз твоя упрямость пошла тебе на пользу. После всего, что произошло, тебе удалось заставить прийти семью жениха с цветами и шоколадом и сосватать для тебя. Браво. Мы не опозорены. Они посватались к девушке, а мы согласились. Все хорошо. Сестренка, цветы и сладости, это, конечно, хорошо. Но есть одно обстоятельство. У этой семьи ведь есть деньги, да? Многие в городе их знают. Но они как будто бы хотят увезти тебя и просто зарегистрировать брак. Мне кажется, у них такие намерения. Но если у них такие намерения, что скажет народ? Скажет, они не устроили свадьбу своему сыну. У них ведь остался единственный сын. Его брат погиб на соревнованиях. Теперь он единственный сын. Вот. А раз ему не справили свадьбу, значит, здесь что-то не так. Кто сказал, что не будут справлять свадьбу? Пусть только попробуют. Мама, я не хочу никакую свадьбу. Может быть, ты не хочешь, а я хочу. Они не могут вот так взять и забрать тебя без подарков, без ничего. Привезли только шоколад. А вот когда к твоей сестре приходили на смотрины, ее свекровь подарила ей огромный браслет. Мама, ему и так неудобно перед семьей. И на этом скажите спасибо. Ты совершаешь глупости, а расплачиваться должны мы? Послушай меня. Нас здесь уважают. У нас есть авторитет в своем кругу, ясно? Пусть проведут все согласно традициям. Я не вынесу, если начнут судачить о твоей беременности. Не вынесу. Уволюсь с работы. Увезу тебя подальше отсюда. Сниму дом. Родишь там ребенка и будешь жить там со мной. И этот тип больше никогда тебя не увидит. Клянусь. Я так и сделаю. Клянусь тебе. Пришли с пустыми руками, а его мать еще и недовольна. Надо было думать, когда оставлял тебя беременной. Послушай, Асия. Запятнанную честь не очистить. Не очистить, лишь зарегистрировав брак. Ты выйдешь из этого дома в фате, как положено. Они еще и свадьбу сделают как следует. На эту свадьбу я позову свое начальство и всех своих друзей. А вас знает весь полицейский участок. Ты думаешь, они не догадаются, что здесь что-то нечисто? Вот увидишь, что будет, когда пойдут такие сплетни. Приятного аппетита. Ешь, пока не остыла. Ешь. Послушай, дочка. Поговори с парнем и уладь это дело. Если будете жить с его родителями, мы не будем покупать тебе спальный гарнитур. Возьмешь вещи и пойдешь. А если будете жить отдельно, скажем дятю, чтобы он отправил тебе посудомоечную машину и газовую плиту. Хорошо? Хорошо? Спасибо. Если бы ты знала, что произошло за это время. Все хорошо, госпожа Фатма? Мой сын в прошлую ночь украл девушку и привез ее домой. Ты смотри, вот негодник. Девушка. Дочь отставного полицейского, Бахаттина. Да. Мы пропали, Марьяман. Пропали. Ты ведь знаешь эту семью. Расскажи мне о них. Почему ты не звенел? Почему? Алло. Хелин. Будильник не зазвенел. Клянусь, будильник не зазвенел. Я отправлю людей, чтобы забрать мотоцикл. Они скоро приедут. Отдай. То есть, как отдай, Хелин? Послушай, я ведь говорю, это будильник виноват. Я не слышал, ну что я могу поделать? Звонил господин Тан. Сказал, был бы кто-нибудь другой, умолял бы меня дать ему такую возможность. А я ради него отменил важную встречу. Если подумать, Ильяс, этот человек все же проявил уважение, позвонив мне. Ладно, Ильяс, каждый сам строит свою судьбу. Скоро приедут за мотоциклом. Не надо, Хелин. Не будь такой бессердечной. Будильник не зазвенел, пойми. Ты сам бежал, Истин, по отношению к себе. Чего ты от меня хочешь? Проклятие. Проклятие. Ну что я такого сделал? Что я сделал? Я всего лишь полюбил девушку. Всего лишь влюбился. Весь мир ополчился против меня. Будь все проклято. Что за мир такой? За что мне все это? Ильяс? Ильяс, что случилось, сынок? Ильяс, сынок, что тут происходит? Я всего лишь полюбил девушку. Что это за жестокость? Сынок, кто тебя огорчил? Мы ведь сделали все, что ты просил. Выйдите отсюда. Выйдите, прошу вас. Ильяс! Выйдите, прошу вас. Выйдите. Выйдите. Алло. Алло. Тахир, сынок. Скорее приезжай. Ильяс с ума сошел. Мне одной не справиться. И отца дома нет. Скорее, сынок, прошу тебя. Приезжай. Ильяс разве дома? Он не уехал? Хорошо, тетя. Хорошо, я еду. Скоро буду. Я пойду к Ильясу. Кажется, что-то случилось. Но Айчевик сказала, что он ушел. Мне тоже пойти, брат? Нет, нет, оставайся в мастерской. Что происходит, Айчевик? Что это? Почему ты не потянулся? Что ты не потянулся, Айчевик? Айчевик? Я сыну, я не могу, я могу. Говорят, я не могу, я не могу, я так не могу. Спасибо, спасибо. Я иди с нами, мы будем кастрючем. Дзюмем, я не могу, я не могу. Прямую. У меня нет. Я не могу, я не могу. Я не могу, я не могу. Я. Семь бенси запамас. Битти, осна. Битти. Бак, телефон çalıyor, каран арива. Hadi, кощу. Алло. Алло, Осман, ты рано ушел. Да, нужно было проверить счета. А что случилось? Я в центре, хотела заехать к тебе. Дорогая, я не в магазине, я у бухгалтера. Тогда я заеду туда. Ладно, ладно, ты поезжай в магазин, посиди там, я скоро приеду. Но зачем тебе приезжать к бухгалтеру? О, Аллах. Не смейся. Не смейся. Если она узнает, то и ты пострадаешь. Я разведусь, Айча. Разведусь, я так больше не могу. Разведусь. Ты мне больше не нужен. Ты не можешь без меня. Я скоро тебе позвоню. А вот сейчас нам нужно ехать. Давай скорее. Тебе нравится кто-то другой? Айча, послушай Не совершай необдуманных поступков Раз я обещал тебе развестись, значит разведусь Ты точно что-то замышляешь Но запомни, это плохо кончится Очень плохо А вообще вы все мне надоели Ей-богу, надоели Вот возьму и уеду в Марморис Продам магазин и уеду Что меня здесь держит? Я здесь уже задыхаюсь Я сыт всеми вами по горло Устал просить вас о сострадании В один прекрасный день возьму и уеду Потом можешь связываться с кем хочешь Останови чуть подальше, я выйду Не хочу сейчас идти домой Он проспал и не поехал на встречу со спонсором Хелин Сизиаглу вышла из себя и сказала, что отберет мотоцикл Ильяс разнес дом Нам позвонила тетя Фатма и просила приехать Брат Тахир поехал и привел его сюда Брат Не переживай ты так Она просто разозлилась только и всего Хелин не отберет у тебя мотоцикл Ты с ней поговоришь и объяснишь ей ситуацию Она не оставит тебя на полпути Да конечно, брат Она ни за что тебя не бросит Эта женщина работала ради этого три месяца Думаешь, она оставит тебя после всего этого? Нет, конечно Да А что я дал ей взамен? Я опозорил ее перед уважаемым бизнесменом Я все время доставлял ей неприятности Мы все получаем по заслугам И я это заслужил Не изводи себя так Подожди немного Я не понимаю, как такое получилось? Я спросил у Эчи, она сказала, что ты ушел, как только зазвенел будильник По-твоему, я вышел, брат Тахир? Перестань, перестань Что было, то было Значит, найдем другой выход О, Аллах И пусть эта женщина не показывает свой характер Раз ты и так дурак, пусть найдет другого спонсора Или сама им станет Они ведь и сами богачи У них огромная компания по поставке мотоциклов Да не смогут они Они спонсируют только на определенном уровне Сначала нужно стать чемпионом страны А затем они поддержат тебя в Европе Таков принцип фирмы и решение отца О, Аллах Пусть сделают исключение Здравствуйте Ильяс, мы можем поговорить? Что случилось? Все в порядке? Чего только не случилось Не обращай внимания Ильяс, из-за меня у тебя постоянно неприятности Вчера наши семьи объединились И чего только не наговорили Мне правда очень жаль И если хочешь Асием То, что произошло, не имеет к тебе Никакого отношения Отец уже несколько месяцев давит на меня из-за мотоцикла Наши отношения Это лишь предлог К тому же у меня и так плохо получается Ты не переживай Мы приехали за мотоциклом Зачем так спешить? Пусть Ильяс поговорит с госпожой Хелин Брат, не нужно Они лишь выполняют приказ Забирайте, брат А почему они забирают мотоцикл? Почему? Почему? Извините, что происходит? Я не знаю, госпожа Это приказ госпожи Хелин Понятно Стоило ей услышать, что мы поженимся Так госпожа перестала тебя поддерживать, верно? То есть спортивная солидарность закончилась сразу Как только ты не оправдал ее надежды? А ты еще говорил, что ничего нет Ильяс, сам посуди Она с ума сходит, боясь потерять тебя Асием, не говори ерунду У меня и так нервы на пределе Не хватало еще выслушивать твои глупости Не слушай, Ильяс Я не могу взять на себя такой груз ответственности Твой отец заставляет тебя бросить мотоцикл Мои родные хотят, чтобы устроили свадьбу Твоя мать все время меня упрекает Говорит, что ты был вынужден жениться на мне Я не хочу выходить за тебя Так нельзя У нас ничего не получится Ты будешь всю жизнь ненавидеть меня Ненавидеть меня и этого ребенка Я ведь не могу выйти за тебя Зная обо всем этом Возвращайся к своей привычной жизни Я буду приносить тебе только беды Асием Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok